МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомель. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. КОВИД-19 в Гомельской области. Хроника недели. Мир изменился, изменились ли мы? Гомельчане рассказали, как эпидситуация повлияла на их привычки и жизнь. Борьба за потребителя, чего ждет общество, торговля и как развивается отрасль в регионе. Интервью в программе. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Начнем с самой обсуждаемой темы – пандемия коронавируса. Сейчас она в центре внимания в любом уголке страны, да и во всем мире. Мы продолжаем следить за ситуацией и каждый день в новостях на Беларусь 4 информируем вас о реальной картине дня. Итак, эпидситуация в регионе на уходящей неделе. Хронология событий от службы информации телерадиокомпании Гомель. В начале недели в списке инфицированных оказались два жителя областного центра. Это спортсмен, посещавший Португалию, и девушка, которая вернулась из Франции. В понедельник 30 марта стало известно – в Гомельской области зарегистрирован третий случай коронавируса. Мазок взятый у жителя Лельчицкого района дал положительный результат. На данный момент заболевший госпитализирован в инфекционную больницу. Определен первый уровень контактных, второй уровень контактных, первый уровень госпитализирован тоже в учреждении здравоохранения. За вторым уровнем проводится медицинское наблюдение. 31 марта. В Гомельской области зарегистрировано уже пять случаев коронавирусной инфекции. Один человек выписан, четыре продолжают лечение в стационаре. 1 апреля. В этом году не до шуток и смеха. В Гомельской области зарегистрированы 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По всем определены контакты первого уровня. Они госпитализированы в стационары. За кругом контактов второго уровня установлено медицинское наблюдение. Так, два последних случая с предварительным диагнозом коронавирус зафиксированы у сотрудников Гомельской из Дюшер номер 4. Все контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей. Новые случаи, они связаны в основном с контактом первого уровня. То есть люди имели близкий контакт. То, что касается Дюшер номер 4, много информации. Да, действительно есть случаи, но на сегодня мы рассматриваем два случая. Вероятных случаев. Эксперты подчеркивают, все, кто возвращается из-за границы, должны соблюдать самоизоляцию минимум две недели. Это не просто совет, а требование законодательства. Кстати, сейчас врачи настоятельно рекомендуют ограничить посещение поликлиник. При необходимости медработник может быть вызван на дом. Удаленно можно заказать и необходимые лекарства. Если же посещение медучреждений не избежать, необходимо соблюдать определенные меры безопасности. Использовать маски и обрабатывать руки антисептиком. Емкости с ним имеются во всех поликлиниках и устанавливаются в удобных для людей местах. Также мы заботимся о том, чтобы пожилые пациенты все-таки по плановым поводам ограничили свои посещения в поликлинике и могли эту помощь получить на дому. То есть по телефону в регистратуре пациент может абсолютно любой заказать себе выписку рецепта на те препараты, которые уже подобраны, и пациенты принимают их на постоянной основе. Мы уточняем, какие позиции необходимо выписать, и помощник врача несет эти рецепты, готовые домой. На 2 апреля в области зарегистрировано 11 случаев коронавируса, 5 подтвержденных и 6 вероятных. Всего же в Беларуси, по данным Минздрава, с начала вспышки коронавируса инфицированы 300 человек. Да, сегодня COVID-19 действительно тема номер один. И все же не стоит забывать и о не менее опасных, но также распространенных респираторных инфекциях. Каждую весну заболеваемость простудой увеличивается, особенно среди детей. Медики называют три самых важных правила, чтобы сохранить ребенка здоровым в этот период. Самое первое – это минимализация контактов. Именно минимум контактов – это хоть какая-то гарантия от того, что человек не заразится, особенно ребенок. Поэтому я бы хотела, чтобы все родители, учитывая данный факт, все-таки детей не водили в места скопления людей, не возили на транспорте. Если есть возможность в садик или в школу дойти пешком, уж лучше потратить несколько минут больше, но все-таки ребенка обезопасить. Это самое первое. Второе – это же, конечно же, гигиена. Гигиена рук, гигиена, в общем-то, всего. На третьем месте я бы поставила все-таки поддержание иммунитета и здоровья именно в этом отношении. Самое главное для ребенка – это рациональное питание, здоровый сон и, конечно же, прогулки на свежем воздухе. И последняя новость этой недели, причем достаточно обнадеживающая. Несмотря на то, что в регионе продолжаются сезонные острые респираторные инфекции, включая грипп, на этой неделе их количество в Гомельской области сократилось более чем на 13%. Улучшению эпидемиологической ситуации будет способствовать и теплая погода, ожидаемая на следующей неделе. Эдемическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в том числе. По итогам 14-й недели текущего года в сравнении с предыдущей, 13-й неделей, по области отмечается снижение на 13,7%. Да, конечно же, пик заболеваемости, который ожидался в январе-феврале, он сместился, и он наблюдается сейчас. Но мы надеемся, что снижение будет продолжаться и уже на 15-й неделе, а не только на 14-й. Поэтому ожидаем, что все-таки снижение, оно уже будет уверенным, и ситуация по острым респираторным инфекциям уже будет стойко снижаться. Ходят слухи, что больницы забиты, там по 500 человек, ничего подобного. Но на сегодня вот области, последняя статистика, 494 пневмонии во всей области Гомельской. Вот, и в больницах лежат, это пациенты контактные, то есть работает санитарная служба, это предохраняет нас же с вами, стараются оградить от дальнейших контактов. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гопанько, Игорь Морищенко. Новости недели. Как снизить риск заражения коронавирусной инфекцией? Советов сейчас множество. Работающим людям некоторые выполнять довольно сложно или невозможно в принципе. Например, самоизолироваться. А вот ряд рекомендаций должны стать нормой и выполняться автоматически. Речь об использовании антисептиков и масок, мытье рук. Но и здесь есть свои нюансы, знание которых поможет добиться большей эффективности. В полезных деталях разбиралась Марина Джалая. Вот честно, ответьте, что вы делаете, чтобы снизить риск заболеть? Тщательно мойте руки, носите в кармане антисептик, не забывайте надеть маску. Да, кто-то скажет, что она не защитит от вируса. Но зато у вас будет меньше шансов коснуться рта и носа. И это уже профилактика. Ольга Тульженкова работает в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии. Она точно знает, как выполнять наши повседневные обязанности более безопасно. Руки обрабатываются со всех сторон, не забывая про межпальцевые промежутки и про большой палец. Таким образом, до полного впитывания антисептика. Затем после обработки рук мы надеваем маску. Маску за внутреннюю поверхность желательно не брать. Мы берем за наружную поверхность и петельками надеваем на уши. Поправляем. Здесь есть специальная такая пружинка, которая обеспечивает плотное прилегание. Одеваем маску так и в таком виде мы можем маской пользоваться в течение двух часов. После этого ее необходимо заменить. Снять таким же образом и утилизировать путем упаковки хотя бы в пластиковый пакет. И можно утилизировать как бытовой отход. А марлевую маску можно носить дольше, да? Марлевые маски желательно тоже ориентироваться все-таки на два часа, чтобы не было никакой путаницы. Маску носим два часа. Идем к лифту. Вирус на железных предметах живет довольно долго. Не трогайте голыми руками кнопки или в перчатках, или тыльной стороной ладони. Меньше риска, что этой частью руки будете потом дотрагиваться до лица. Желательно использовать поверхности рук, которыми мы не дотрагиваемся до лица, до глаз. И которым потом, конечно же, после этих контактов необходимо обработать антисептиком. Это хотя бы таким образом. Если что-то касается более обширных поверхностей, да, можно использовать локти. Можно использовать, ну, каким-то образом, если, допустим, дверь толкнуть, то можно плечом. Общественный транспорт. Понятно, что салоны сейчас тщательно дезинфицируют у кондукторов антисептики и маски. Но ведь людей там, особенно в час пик, довольно много. По возможности откажитесь от лишних поездок. А если никак не обойтись, помните о мерах защиты. Также лучше пореже ходить в магазины. Запасаться на длительное время необходимыми продуктами, особенно теми, которые имеют большой срок годности. Активно пользоваться доставкой на дом. Утром заказали, вечером курьер уже в дверях. Конечно, не в каждом населенном пункте это доступно. Но где есть возможность, пользуйтесь. А если уж очень срочно идти в магазин в то время, когда народу мало, и лучше в большой. Там легче держать дистанцию между покупателями. Во всех магазинах сейчас обязательно должны находиться антисептики для покупателей. Не стесняйтесь спрашивать о них у продавцов, если не смогли самостоятельно обнаружить эти средства в торговом зале. И вот еще один совет. Одним из способов обеспечить максимальную дистанцию между людьми в магазине – это использовать тележку вместо корзины. Даже не ориентироваться на количество продуктов, которые нужно приобрести. Потому что, как мы видим, ее размер автоматически нас отдаляет от всех людей, которые находятся вокруг. И это тоже является способом защиты от различных инфекционных заболеваний, которые при близком контакте могут передаваться. Во время съемки репортажа заглядываем в первую попавшуюся аптеку. Покупателей не так много. Тэй приходит в основном за масками и антисептиками. Маски в продаже четырехслойные марлевые. Также доступны и дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей. Скажите, пожалуйста, люди активно спрашивают, пользуются, покупают? Покупают, да. Но без паники. Все в пределах разумного. То есть вы стараетесь, чтобы перебоя в аптеке не было, да? Да, поставки у нас регулярные. Количества, в принципе, нареканий нет. Итак, главные советы, которыми лучше не пренебрегать. Мойте как можно чаще руки, обрабатывайте их и свои гаджеты антисептиками. В общественных местах носите маску и меняйте ее каждые два часа. Поменьше ходите в магазины. По возможности откажитесь от поездок в автобусах и троллейбусах. И при любых тревожащих вас болезненных симптомах вызывайте врача на дом. Марина Джалая, Валерий Гопанько. Новости недели. Эпид ситуации, связанные с ней и ограничения, круто поменяли нашу жизнь и привычки. Учимся более тщательно заботиться о себе и близких. Шкала ценностей тоже изменилась. Так рассуждали гомельчане во время опроса, который наш телеканал провел на залитых апрельским солнцем городских улицах. Вы делаете что-нибудь, чтобы не заболеть коронавирусом? Профилактику какую-то? Что вы делаете? Обрабатываю септоцидом руки после каждого контакта. Ношу маску в общественном транспорте на работе. Ясно. Как настроение? Ну и поменьше выхожу вообще на улицу. Только за продуктами и собаку увожу. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие у вас меры профилактики коронавирусной инфекции? Профилактика. Маску на носу. Мне, наверное, повезло, как немногим. У меня дома свой министр здравоохранения в лице работника аптеки. То бишь принимаем кое-какие препараты, антисептиками, обрабатываем руки, машину иногда обрабатываю. Второе профилактика. Все же таки нам надо немножко находиться на расстоянии друг от друга, меньше скучиваться, гулять, балдеть и так далее. То есть это все-таки вирус. Надо самим предохраняться. Ну и самое главное, наверное, особенно для молодежи, здоровый образ жизни. Какая у вас профилактика коронавирусной инфекции? Что вы делаете для себя, для своих близких? Мы? Ничего. Ну там руки антисептиком, например, протирать. Даже этого не делаю я. То есть вы ведете прежний образ жизни? Да, вообще я даже не обращаю внимания в него. Я пью жидкость, много жидкости. Маску ношу в троллейбусах обязательно, автобусах. Ну руки обязательно мою. Это самое первое, что надо делать. Отказались от чего-то в жизни? Например, встреча с друзьями, посещение общественных мест. Что еще изменилось? Конечно. Меньше хожу в кафешки всякие. Ну вот так вот. В магазины почти не хожу. Закупаюсь на месяц и все. Ну, во-первых, самоизоляция. Это раз. Руки моем постоянно. Дезинфицирующие средства вот с собой носим три. Ну и все остальное. В доме уборку стараемся делать. Просто по необходимости вышла. А так стараюсь. Маму старенькую к себе забрала тоже. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы молодец, выходите в маске. И что вы еще делаете для профилактики коронавирусной инфекции? Антисептиком руки, перчаткой беру за дверьки, за дверную ручку. Ну, так протираю дом периодически антисептиком. Меньше ходите в общественные места или как раньше? Вы знаете, это потому что на Пушкино поликлинику. А так вообще-то стараюсь избегать общественных мест. Нет, я не посещаю места. Общественное скопление сейчас, потому что такая обстановка. Ну, пока по времени. Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомель. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Сельхозпредприятия Гомельской области готовятся к севу кукурузы. Ожидается, что эти работы в регионе начнутся в первой половине следующей недели. По данным облсельхозпрода, в настоящее время хозяйства области полностью оснащены топливом и техникой, в том числе новой. Что касается планов, в этом году посевные площади Ечменя будут увеличены. Возможно, самой большой проблемой на сегодняшний день является относительно небольшое количество влаги в почве, которая требует выполнения работ как можно быстрее. Управляющая делами Гомельского облсполкома Елена Кличковская в эту субботу ответила на вопросы граждан. В первом квартале 2020-го поступило 225 звонков во время субботних телефонных линий. Почти половина из них касалась работы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и эксплуатации жилого фонда, оплаты коммунальных услуг. Другие вопросы включают ландшафтный дизайн, работу торговых организаций и ремонт дорог. Среди 25 вопросов, заданных в субботу, эти темы также были подняты. Вопросы, для решения которых требуется время, взяты на контроль. Некоторые были решены непосредственно во время прямой телефонной линии. В частности, выполнена просьба членов садоводческого товарищества в Добружском районе, которые жаловались на плохое состояние подъездной дороги. В субботу завершилась общереспубликанская акция «Неделя леса». В этом году ее посвятили 75-летию Великой Победы и Году Малой Родины. В регионе окончанием акции можно считать посадку деревьев в сквере имени братьев Лизюковых. Одна из улиц областного центра названа в их честь, а в прошлом году в Гомеле был открыт памятник известным землякам. Непосредственно сквер на территории Макеевского опытного лесничества был заложен пять лет назад во время празднования 70-летия Победы. За последнее время выяснилось, что не все деревья прижились. В субботу их заменили на новые. В целом, во время проведения акции «Неделя леса» в том же Макеевском опытном лесничестве насаждения были восстановлены на 40 гектарах, как это первоначально и предусматривалось. В то же время нетипичные для нашего региона растения не использовались. В том же сквере братьев Лизюковых посадили клёны, которые хорошо растут на песчаных почвах. На уходящей неделе Совет Министров принял постановление о временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке. В нем подчеркивается необходимость недопущения роста отпускных цен и тарифов на товары и услуги выше половины процента ежемесячно. О ситуации на потребительском рынке говорили и на заседании обл.исполкома, в том числе про сферу услуг на селе. Только за последние четыре года в области было открыто более 450 торговых точек в небольших населенных пунктах. Однако и в городе, и в сельской местности, чтобы оставаться востребованным, нужно постоянно развиваться. В конкурентной среде, борьбе за потребителя, меняются форматы, качество обслуживания. Все больше магазинов предлагают доставку на дом. О развитии отрасли в регионе – наше интервью с заместителем начальника Главного управления торговли и услуг обл.исполкома Галины Горбачевской. Крупные торговые объекты все активнее приходят на рынок. Потребитель, как понимаю, с большего доволен. А вот для развития отрасли в целом только лишь плюсы? Вообще, приход любых ритейлеров – больших, крупных, малых, гиперов, суперов или это магазины шаговой доступности. Я считаю, что это только хорошо. Это усиление конкуренции, и потребитель только выигрывает. Потому что на рынке услуг, а рынок торговли – это рынок обслуживания, наличие конкуренции и жесткой конкуренции, и сильной конкуренции – это только приветствуется самим потребителям. А мы работаем на потребителя. Магазинов стали больше, магазинов стало больше. Как объяснить тогда парадоксальную ситуацию, касательную не только нашего региона, но и страны, а может быть и стран-соседок? По многим ключевым профессиям, специальностям в сфере услуг, рынок труда ощущает достаточно серьезный кадровый голод. Дело в том, что как мы учимся работать по-другому, по-новому, мы каждый раз учимся, мы развиваемся. Мы точно также должны учиться и развивать свою работу по подбору и расстановке кадров. Что у нас нет людей – у нас есть люди. Что у нас нет учебных заведений – у нас есть учебные заведения. Но каждый субъект, который приходит на рынок товаров и услуг, он предъявляет свои требования к тому персоналу, который ему нужен. Соответственно, он и должен думать, какие ему навыки нужны и размещать, либо самостоятельно готовить себе специалистов, либо подбирать тех специалистов, которые нужны. А если мы будем рассчитывать на то, что, ну, вот дайте мне пять продавцов, но именно таких, дайте мне там еще кого-то, но именно с такими квалификационными требованиями – это неправильно. Зрители по ту сторону экрана, особенно скептики, скажут, что тут решать. Дайте достойную зарплату, специалисты будут всегда, и того кадрового голода не будет. Но мы ведь знаем, что даже самая высокая заработная плата рано или поздно становится неудовлетворительной и не является мотиватором. Абсолютно верно. Как в любой профессии, в торговле тоже есть своя романтика. И некоторые приходят за определенной романтикой, за определенным творчеством, остаются навсегда и становятся большими крупными руководителями или крупными бизнесменами. Все зависит от того, с каким настроением мы идем в отрасль работать. Если мы готовы работать на людей, для людей – наше место в торговле. А то, что заинтересованный человек не останется без внимания и без зарплаты, и без карьерного роста – это я могу сказать точно. И еще про сетевиков. Часто наши зрители во время горячих линий интересуются, не вытеснят ли гиперсупермаркеты, магазины шаговой доступности. Ведь это как минимум удобно. Я не думаю. И опыт показывает, в принципе, если мы говорим о гипермаркетах, то гипермаркеты к нам пришли, ну, пусть 10 лет назад. Правильно? В нашу область. В республику пришли гораздо раньше. Немножко раньше. Это начиналось все с Минска, но к нам в область где-то 10 лет назад пришли гипермаркеты. Что у нас стало меньше магазинов шаговой доступности? Нет. Поменялась структура. Усилилась конкуренция. У каждого формата объекта есть свой потребитель. Кому-то нужна комплексная покупка, они уехали в крупные магазины. Кому-то нужна точечная покупка, он зашел в магазин, который расположен рядышком у дома. Самое главное, чтобы и тот, и другой, ведь закрываются и гиперы, закрываются и маленькие магазины. Самое главное, чтобы и тот, и другой предоставили ту услугу. Не просто дали товар, а дали услугу потребителю по приобретению товара. Нужно чувствовать рынок для этого, как минимум. И потребителя. Если мы говорим о розничном ритейле, о розничном рынке, то это работа на потребителя. Сегодня, ну вот вам, как потребителю, нужны товары, просто товары. Вот мы положили вам товары, выбирайте. Нет, вы хотите прийти, и чтобы вам оказали услугу по приобретению этого товара. Вам предоставили бесплатную упаковку, вам сказали спасибо за покупку. Вам какие-то блага, то есть предоставили возможность оставить вещи, например, в камере хранения. Или доставку. В общем, сегодня человек хочет комплекса услуг. А еще с улыбкой. Абсолютно верно. Сегодня человек хочет услугу по приобретению продукта. Продовольственного, непродовольственного, не важно. Галина Николаевна, еще направление для разговора. Как меняется торговля и услуги на селе? Это ведь отдельная тема. Да. Дело в том, что торговля на селе имеет определенную свою специфику. Во-первых, удаленность объектов. Для того, чтобы успешно работать на селе, если мы говорим о субъекте хозяйствования, то здесь очень важно выстроить правильную логистику. Что это будет под собой подразумевать? Первое – это контроль работы магазинов. Не только обеспечение их товаром. Мы товаром обеспечим. Товаром обеспечит и производитель. Потому что сегодня есть централизованная доставка товаров. Особенно скоропортящихся продуктов. Но самое главное – обеспечить контроль. А как эта услуга оказывается потребителю? Если в городе торговля работает на неограниченный круг людей, то есть люди ходят и ходят. У нас в Гомеле полмиллиона жителей. А в деревне, где условно прописано 200 человек, а проживает, может быть, 150, там продавец знает каждого в лицо, знает каждого семью, знает кто, что, чего. А значит, и ответственность выше. Абсолютно верно. А как потом людям в глаза смотреть? Мы же все живые люди. И вот здесь тоже есть такой маленький момент. Но самое главное – это правильно, грамотно выстроить логистику, чтобы этот магазин был востребован. А. То есть нужен потребитель. И. Б. Нужен именно контроль и снабжение этого объекта. Еще есть такие у нас населенные пункты, в которых проживает очень малое количество людей. То есть прописано, будем говорить, по данным сельского совета, меньше 100 человек. Проживает, может быть, и 20, потому что кто-то уехал, кто-то возвращается. То есть какая-то миграция есть. То вот такие населенные пункты обслуживаются автомагазинами. Здесь уже выездная торговля рассматривается как автомагазин. И здесь, по сути своей, очень важен комплекс услуги по приобретению товара. То же самое, но предоставить через передвижное средство. То есть на колесах. Людям нужен ассортимент. Людям нужно качество обслуживания. И мобильность. И мобильность. И самое главное, что людям нужно, то чтобы этот объект приезжал тогда, когда им удобно. Если люди работают, значит после работы я должна иметь возможность купить этот продукт у себя. Это еще и социальная миссия. С ней достаточно неплохо справляется потребсоюз. Как развиваться им в все-таки не самых простых условиях? Вы знаете, очень сложно говорить, какие-то рецепты давать, потому что каждый сам для себя. Но я бы не всегда стала говорить, что торговля выполняет социальную миссию. Наша социальная миссия – это удовлетворить потребность, спрос потребителя. И плохо тот коммерсант, который удовлетворяет спрос потребителя, не думает о собственном заработке. Ведь когда наши интересы, интересы потребителя и продавца, они сходятся, то наступает удовлетворение от взаимоотношений. И тогда эта работа будет приносить только плюсы. А когда мы не можем выстроить логистику, мы не можем выстроить маршруты, мы не можем выстроить товароснабжение, у нас есть какие-то трудности, нами недоволен потребитель, мы недовольны потребителем, потому что он к нам не пришел, мы приехали, он к нам не пришел. Конфликт интересов. Поэтому с одной стороны здесь социальная функция, а с другой стороны все-таки о коммерческой функции тоже не надо забывать. Что касается потребительской кооперации, ну это старая сеть. Старая не в плане возраста, а то, что эта сеть, она находится очень давно на рынке товаров и услуг со времен Советского Союза. И для того, чтобы остаться, вот смотрите, начались истоки во времена Советского Союза. Заложены постулаты работы этой сети со времен Советского Союза. А у нас сейчас другое государство. И мы другие, и мне, и требовательность совершенно другая. И все другое. И отношения у людей другие, и отношения к отрасли у людей другие. Соответственно, и отрасль по-другому смотрит на людей. У нас никогда в отрасли не использовались понятия психологии. А сейчас, когда мы рассматриваем, например, технологические процессы организации в магазине, все основано на психологии. Правила такой руки, правила такой руки. Этот товар вот здесь на уровне глаз, этот товар вот здесь. А почему? Это холодная зона, это горячая зона, это домашняя полка, это такая. А почему? Потому что учитывается, что психология человека, поведенческие настроения. То же самое нужно реформироваться и потребительской кооперацией. Калина Николаевна, спасибо за это интервью. Успех в делах. И до встречи в эфире. Спасибо. И на этом у меня все. Спасибо за внимание. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова